здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 12 ноября воскресенье сегодня хотел бы поговорить с вами о активных мероприятиях как это называется на оперативном жаргоне или же как это последнее время принято в народе ипсо информационно-психологические специальные операции все они направлены против украины и или против ее высокопоставленных представителей они разные по качеству по исполнению некоторые из них сразу же похожи на фанеру но некоторые из них имеют более такой больший вес я бы сказал но вызывает больше вопросов и так приступим 9 числа украинские специалисты в области борьбы с дезинформацией врага раскрыли один фейк согласно этому фейку в феврале следующего года некие силы в украине будут пытаться совершить государственный переворот некие силы это во главе этого периода переворота якобы должен стоять генерал залужный который их будет пытаться его совершить при помощи буданова ну вы сами понимаете скажем с технической точки зрения что выявили украинские специалисты этот фейк появился на ней первые так сказать основной первоисточник это китайский сайт то есть российские спецслужбы дотянулись уже туда скроено это дело было грубо если там нажимаешь на некоторые слова то выползает источник источник это радиоспутник или russia today но очень сразу понятно полная фанера я заложенный это уже смеху подобно мы знаем что он уже является объектом всевозможных компаний а что касается генерала буданова то я думаю что пока он об этом переговоре перевороте я подготовки к переговору не объявит какой-нибудь очередной пресс-конференции то нечего и волноваться то есть если будет переворот буданов а бисе объявит об этом заранее следующее псуа но так его заложили как мину замедленного действия она уже в информ пространстве на кривом совершенно абсолютно кривом фейкового ресурсы ресурсе это такая черная бы сказал черная диверсия которая тут же в общем будет если она взорвется эта мина замедленного действия будет много воя крика в основном из москвы мало кто в это поверит на западе и в украине но направлена будет против зеленского и членов его семьи видимо это готовится дальше к так называемому государственному перевороту или попытки госпереворота на февраль намеченного в москве на февраль месяц ну и третье как то на котором я хочу остановиться подробно тем более что мне прислали ссылки на эти с на эту статью и десятки вопросов по этому поводу прокомментируйте пожалуйста это статья в газете вашингтон пост по поводу якобы причастности украины и ряда ее представителей в диверсии на северном потоке 2 который помните имел место 26 сентября 22 года когда он был фактически взорван согласно мне как сначала сначала обстоятельства этой статьи это был продукт совместного расследования вашингтон пост и и германского даршпил какое-то время значит они опрашивали всевозможных потенциальных источников в украине за рубежом вот они написали отдельно друг от друга две статьи это разные статьи и это очень важно потому что мы сейчас пройдемся по деталям этих двух статей в деталях как мы знаем как раз скрывается дьявол мы сразу поймем что это такое кто его сделал и против кого это реально направлено ну вот значит между ними есть очень существенное различие поэтому давайте приступим то есть смысл заключается в том что теперь как вот начнем с вашингтон пост как утверждает вашингтон пост впервые появилась прямое доказательство фактически о том что это с диверсию совершила украина командовал парадом генерал залужный осуществлял его полковник червинский ну пошли теперь разберем его на могли колы эту статью на молекулы начинается по словам официальных лиц в украине ну и в других странах европы а также других людей знакомых с деталями секретной операции значит убираем других странах европы потому что понятно что никто не имеет никакой реальной информации по поводу этой секретной операции который якобы провела украина и у нас остается по официально по словам официальных лиц в украине это ключевое кто у нас в украине официальные лица которые могут знать о секретных операциях разведки мы сейчас для начала представим что она имела место быть кто может знать об этих секретных операциях догадайтесь с двух раз я думаю для многих хватит одного раза и против кого направлено как я сказал основная идея это то что командовал парадом залужный исполнителем был червинский то есть официальные лица о которых вы наверное уже догадались кто эти такие во всяком случае круги организации на это удар против залужного и полковника червинского полковник червинский сейчас сидит за решеткой на скаме подсудимых появляется время от времени ему шьют дело одному из лучших разведчиков украины его фактически как и ряда других опять-таки лучших пытаться пытается закрыть то есть ну так грубо говоря помимо вот этих двух конкретных лиц удар наносится и по украине потому что если это совершила операцию украина в ее спецслужбы силу специальных операций то это господа большой скандал потому что этот трубопровод хотя он на 50 процентов принадлежал газпрому туда же выложили массу денег германия франция голландия и теперь они ищут кому предъявить претензии где-то там я слышу последнее время если ошибаюсь что-то около 17 миллиардов долларов это первое второе ну как то так не комиль фо да вроде бы украине эти страны помогают а украина по их объектам которых вложенных деньги которые проходят через их территориальные воды и вот на тебе ну как же так как это возможно в общем колоссальный скандал как здесь пишется дипломатический политический ну и экономический скандал дальше газета описывает кто же эти злоумышленники которые совершили эту страшную диверсию но тут тут же мы попадаем обратно в ту историю которую многие которые многие из вас слышали это группа из шести человек украинцев которые арендовали парусник ну это яхта будет под чужим именем и с помощью глубоководного водолазного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах 26 сентября 22 года произошло три взрыва но я вам напомню так вот сразу не отходя от кассы что на самом деле произошло была некая яхта арендована в ростоке это германия там под украинскими паспортами отбыли в плавании на три недели шесть человек но и считается что ходе этих трех недель они заложили эти устройства дальше там описывается этого еще дендер шпигель более более подробно описывается что было проведено расследование журналистское расследование потому что официального расследования результатов и намека на то до окончания этих результатов и что они себя представляет нет то есть целый ряд стран там помимо по крайней мере три страны проводили эти расследования к результатам оконечным не пришел никто занимались журналисты развлекались вот сняли опять-таки ту же самую яхту плавали по этой акватории где где якобы значит произошли эти взрывы закладка соответствующих мин или взрывчатки но и собрали они собрали айпи адреса они собираем собрали список там телефонных звонков который был сделан оттуда отсюда они определили откуда приехали те шесть человек куда они уехали якобы все украинцы не освещен один только уверен вернее даже два вопроса первое эти расследования расследовали наверное не знали что существует такая вещь как vpn когда человек который находится который сам из голландии может образовать трафик своих интернет связей слать разговаривать там по скайпу и так далее через любую страну включая украину как-то они этого не заметили второе то же самое можно сделать и с телефонами ну и конечно самое главное украинские паспорта наверно они не знают а вот спецслужбы тех стран которые ну так или иначе имеет отношение к расследованию этого события это не уже в курсе дела что с 24 февраля прошлого года когда началось полномасштабное российское вторжение вот они вошли в ряд населенных пунктов прежде всего до донбассе где местные власти в процессе эвакуации поспешной эвакуации оставили бланки паспортов незаполненные паспорта и их было очень много ну достаточно большое количество спецслужбы врага все это взяли ну и потом использовали некоторое время украинские власти ли спецслужбы контрразведка или это были правоохранительные органы установили факт пропажи вот этих бланков и оповестили стран нато вообще европейские страны соединенные штаты америки но сделали это с неким опозданием и вот те шесть человек которые якобы от имени украины или украинские представители якобы взрывали серверный поток они как раз прибыли по вот этим самым паспортам потом других людей с этими с паспортами из этой серии отлавливали время от времени в разных частях света но вот видимо расследовали журналисты расследовали дэр шпигель и вашингтон пост об этом как-то не подозревали дальше значит газета вашингтон пост пишет что червинский служил в одном из подразделений сил специальных операций это вашингтон пост пишет значит а дэр шпигель говорит что в это время он был ну как бы волонтером то есть он не был уже кадровым офицером но служил он добровольцем подразделение опять-таки добровольческом которые занимались этими спецоперациями он подчинялся генерал-майору виктору ганущаку но насколько попытался собрать быстро информацию виктор ганущук в это время не состоял на воинской службе тоже можно где-нибудь вон там тоже был волонтером как пишут опытному и уважаемый опытный уважаемый офицер но дальше пишется который напрямую общался заложным но вот это уже фанера ну во первых это манера по существу потому что но это не делать главкома вооруженных сил украины заниматься взрывами или руководить взрывами объектом которые там пролегают по дну балтийского моря это занимается совсем другие подразделения и другие люди второе то есть ну представить себе что главнокомандующий занимается вот этой фигней это как-то в голову не укладывается я думаю военнослужащие в любой стране мира меня поймут что это чушь во-вторых значит ну представить что заложный лично занимается руководством операции которые проводят даже не кадровые военнослужащие добровольцы но это тоже понимаете то есть это полная чушь и в год как-то так не я бы сказал неаккуратное описание здесь того же чем произошло подчиненности линии нам связи кто за что кому отвечает вот эта небрежность вашей он пост она как-то так замарывает всю статью и вызывает большие вопросы дальше значит пишется что вот эти взрывы обострили дипломатические отношения с украиной и вызвали возражения со стороны американских официальных лиц но тут опять-таки надо подчеркнуть что даже если представить что заложный по какому-то совершенно невероятному стечение обстоятельств стал бы руководить этой операции то никоим образом не стал бы это делать без прямого указания сверху такого рода операции вообще я вам скажу советском союзе допустим решение о них даже ну о сталине не говорим после сталина даже генеральный секретарь цккп сс даже председатель президиума даже премьер хрущев был в свое время премьером не принимал такие решения единолично потому что большая ответственность это международная арена это диверсия здесь присутствуют твои союзники представить что заложный ни с того ни с сего собрал какую-то компанию добровольцев энтузиастов и замутил вот эту операцию без приказания сверху это представить просто ну абсолютно невозможно тем более что масштаб операции какой как описывает вашингтон пост атака на северный поток была направлена на гражданскую инфраструктуру построенную для обеспечения энергии энергии энергией миллионов людей в европе хотя российскому государственному конгломерату газпром принадлежит 51 процент акции nordstream западная компания в том числе германии франции нидерландом является его партнерами и ложили в проект миллиарды миллиарды объясняя откуда же у вашингтон пост вот эта информация о такой страшной операции которую якобы проводил я заложенный вместе с полковником червинским газета пишет то есть я повторяю информация исходит из официальных лиц позвольте мне все-таки предположить что единое место где могут в киеве присутствовать вот этим официальные лица которые могут теоретически знать а такого рода секретных совершенно секретных спецоперации украины надо опа все та же опа без нее никуда не денешься она присутствует везде и как пишет вашингтон пост отмечает что в условиях военного времени в киеве разведка и военные военное руководство украины часто находится в противоречии с политическим руководством страны ну а до этого пишется что информация исходит от официальных лиц лиц которые не принадлежат к разведке и не принадлежат к военному истеблишменту украины то есть это политическое руководство страны но вот указание прямой прямо пальцем в эту опу фактически ткнул вашингтон пост то есть фактически подтверждение что политическое руководство страны слила эту информацию против военного руководства а также представители разведки червинский и таким образом поставили под удар всю украину потому что посажем выше я вам зачитал что это такое если бы это было правдой но и также помимо того что подставлена вся украина не дай бог так представить если бы это свершилось действительно и была страна поймана за руки но это для начала где-то 17 миллионов на 17 миллиардов иск международных судах ну а также другие неприятные последствия ну и тут же удар по почему опять заложный ну почему опять вот везде заложный везде везде какой-то раскол везде он то ли то ли через китайский сайт как я вам сказал раскручивать что он заговор готовит здесь он украину подставила вот такое кому может так мешать генерал заложный в украине в киеве среди политического руководства дорогие друзья отгадать это с одного раза я уверен что 99 процентов это сделает легко совершенно легко ну то есть если так по минимуму оценивать цель этой слива этой информации это попытка определенных политических кругов скажем мягко в киеве сделать еще один заход на увольнение заложного так для начала чтобы не совершил государственный переворот я шучу конечно чем же ну ладно заложным понятно него боятся они завидуют смертельно его его популярности они видят в нем политического противня не практически соперника мощного хотя он как обращает на это же внимание все средства практически массовой информации запада он никак до сих пор себя не проявил как человек который заинтересован в том чтобы совершить сейчас политическую карьеру у него все мысли там на поле боя значит заложным понятно червинский в чем проблема червинского почему наехали на него газета вашингтон пост описывает мотивы цитирую червинский публично заявил что подозревает андрея ермака одного из ближайших советников зелинс зеленского в шпионаже в пользу россии все переварили эту фразу то есть не только на нашем канале об этом говорится вашингтон пост уже пишет в вашингтоне теперь знают это ну так сказать громко большой круг людей цитирую дальше это не один крот как пишет газета скобках в администрации зеленского а целая куча людей сказал червинский назвал имя ермака еще двух советников зеленского он также обвинил администрацию зеленского в том что она недостаточно подготовила страну к вторжению россии вот вам и объяснение почему появилась эта старая статья и кто сливал информацию информацию которая направлена не только на личных врагов или недругов козыря кавычках оперативный псевдоним но но подставляет фактически всю украину причем жесточайшим образом это вот я сейчас обращаю внимание на эту мысль подставляет всю украину потому что некоторые еще наивные то ли тролли тролли ермака говорят что там вбиваете клин там или кто-то другой убивает клин вот убивает клин кому не нравится конкретные лица такие как червинский они наносят по ним удар а плевать там что с украиной будет как это ударяет по украине это уже десятый вопрос он никого не интересует дальше вот пикайный момент а как же здесь вот с президентом зеленским быть ведь дело в том что участие червинского в подрыве северного потока противоречит публичным заявлением зеленского о непричастности его страны к этим взрывам цитата я президента я отдаю соответствующие приказы заявил зеленский в июне в интервью прессе отвечая на сообщение вашингтон пост о том что центральное разведывание управления узнала о планах украины подорвать северные потоки ничего подобного украина не делала твердо заявил зеленский ну вот то с тем кто сливал информацию надо было так между стройками проскочить с одной стороны облить грязью заложного и червинского ну бог с ним там что украина это так между прочим поэтому вопрос уже десятый по моему для тех кто сливал эту информацию но надо зеленского как-то так вот выгородить что сделать то есть и утопить заложного и спасти зеленского выгородить выгородить его но тут получается что в любом случае как тут ни крути между стройками не получается потому что если если действительно имела место операции то без зеленского она бы никак не могла обойтись для на для этого нужно быть должна была быть прямая строгая супплей прямое и строгое указание если он знал значит он врал средства массовой информации если он не знал то вряд ли торги это могло все свершиться то есть эта операция и и не зря газета пишет она не утверждает что операция свершилась это может быть как то говорят то есть все базируется на разговорах вот этих официальных лиц что касается заложного то в интервью в июньском интервью ваш тонпост заложный заявил что цару никогда не обращался к нему напрямую по поводу нападения на нордстрим по его словам после взрыва практически сразу ему позвонил гералл марк милли в то время представил председатель объединенного комитета начальников штабов и спросил вы имеете к этому отношения я нет я ответил нет точка ну вот и все а я как то так наверное вы не удивитесь я скажу что я полностью доверяю генералу потому что то что написано ваш тонпост вот как это все было структурировано это но это какая-то казацкая вольница это гулиполе это махновщина но это никак не регулярная армия любого цивилизованного государства и в этом интервью как отмечают с вашингтон пост заложный предположил что российские пропагандисты пытались связать его и украинских военных с этой операции я думаю что эта мысль требует самого серьезного осмысления потому что если российские пропагандисты а это спецслужбы которые стоят за этими пропагандистами которые разрабатывают эти активные психологические операции они то согласно вашингтон пост слили эту информацию протолкнули ее на странице вашингтон пост какой-то степени джер шпигел через кого через официальных лиц в киеве о качон вашингтон пост сообщает в самом начале статьи и вот мы опять приехали вот 5 мы приехали к российской агентуре в украине о которой пишет вашингтон пост ссылаясь в том числе на полковника червинского а теперь перейдем к шпигелю если мы сейчас сравним что написал шпигель они совместно проводили одну и ту же операцию у них был один и тот же набор полученной информации только они сидели писали по-разному и вот вам пример сейчас вы увидите как пишется вот представьте это разведка с одной стороны это американская с другой стороны это немецкая разведка сидят аналитики получают одну и ту же информацию и вот про продукт который выходит из-под них сейчас я продемонстрирую то есть вот я закончил с вашингтон пост подведем итоги это предполагается возможно российские пропагандисты задвинули это ипсо за пропагандистами стоят российские спецслужбы эта информация была слита через украинских официальных лиц с целью дискредитации на западе генерала залужного полковника червенского и если бы это если бы это смогло произойти реально то украина она понесла бы серьезная финансовая репутационная дипломатические политические минусы очень большие минусы теперь переходим к шпигелю имя червенского это я буквально зачитаю текста туда не добавляя имя червенского циркулирует как украинских так и в международных службах безопасности но не вопрос откуда дар шпигель иностранный журналист знает какие имена циркулируют в украинских службах безопасности ну так вот серьезно откуда не знают если не знает то это все надо закрывать надо закрывать украинские спецслужбы потому что проходной двор если там сообщает за иностранным спецслужбам что какая информация там циркулирует если приврал дар шпигель то маленькая ложь вызывает большое подозрение идем дальше бывший офицер червенский но имеется ввиду что он в отставке по некоторым данным после начала войны служил в добровольческом подразделении то есть он не был не был на действительной военной службе поэтому почему он должен рапортовать было через кого-то аж самого генералу заложенному ну то есть это все разлетается в прах и в пыль по мнению источников в силовых кругах трудно представить что по крайней мере украинский генштаб не знал об атаке на северный поток заранее но надо полагать что это та атака которую якобы организовал бывший агент червенский почему он должен знать этот украинский генштаб о том что в каком-то добровольческом отряде о чем-то говорят о чем-то замышляют даже если бы они что-то замышляли это полные домыслы абсолютные домыслы дальше еще интереснее украинские источники спецслужбах передали имя романа червинского и подозрение о его причастие к преступлению вот этому преступлению якобы взрыву северного потока другим спецслужбам но господа то есть понимаете я здесь вот прочитал вот этот пассаж и профессионалы меня поймут то есть так это просто кошмар если действительно так это происходит то есть это значит что какая-то из украинских спецслужб а поскольку мы помним что основным источником информации для обеих статьи это украинские официальные лица то есть опа ермака то есть согласие какая-то из украинских спецслужб сведомо согласие или по прямому указанию опа ермака передает историю имя червинского и вот эту всю мутату которые здесь и высосаны из пальца спецслужбам иностранного государства то есть информацию на своего мало того что гражданина мало того что это действительно великолепный разведчик который которым украина должна была гордиться по идее как в советском союзе свое время гордились зорге и вот и вот то есть передается его имя с поклёпом на него другим спецслужбам то есть это это такое вероломство со стороны своего собственного государства со стороны своей службы разве службы что я просто представить не могу то есть они не знаю в истории спецслужб мира вот вот такого и если это так то но кто же будет работать на спецслужбу стараться там добиваться каких-то результатов жертвовать своей жизнью если ты будешь знать подозревать что тебя в любой момент свои же которые с тобой ничего не могут сделать потому что народ не позволит народ я знаю что ты чист перед стороной они тебя слили с ведром там грязи в какой-нибудь там другую спецслужбу пусть они тебя закапывают и все то есть это вероломство высочайшего масштаба но 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 тут то дальше продолжение то есть видимо слили однако представитель западных кругов безопасности то есть западных спецслужб куда слили видимо вот эту якобы информацию то есть дезу говорят что в украинском аппарате безопасности в спецслужбах царит междоусобица соперничество и что к информации послу полученные из его источников следует относиться с большой осторожностью и вот это господа самое главное самое главное что есть в обеих статьях вашингтон пост вот этого не поняла вот дер шпигель это понял то это слив против заложного червинского слив был сделан между струйками чтобы так как-то так зеленского обелить который раньше сказал что не было такой операции но теперь надо чтобы она была а он ляпнул ну чё ж теперь с ним делать сказать ша теперь мы тебя мы тебе в сторону там отведем только сиди и молчи пришло время значит вот этих двоих заговорщиков якобы дискредитировать перед спецслужбами запада вполне возможно в этом деле участвовали и фсб потому что это явная дезинформация направлена дискредитацию заложного и она же слита через украинские спецслужбы она повторяет она собственно подтверждает то что вашингтон пост упомянуто что кишит спецслужбами со ссылкой на 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 червенского то есть это фактически глобальное продолжение глобальной кампании дезинформации российских спецслужб в координации со своей агентурой в украине то о чем говорил принципе червенский дальше интересно идет имя червенского то есть официально официальным властям германии таким как прокурор прокуратура федеральной кибер � beleza федеральной прокуратура германии федеральное ведомство уголовной полиции федеральной полиции никаких официальных документов на этот счет не предоставлено То есть формально ничего этого нет. Но на деле передали. Передали Чернуку на Червинского, наверное, на Залужного, и там пусть работают. То есть это где-то есть среди спецслужб Украины, видимо, есть такое ведомство или спецслужба целая, или подразделение, или некоторые официальные лица в этой спецслужбе, которые находятся в контакте с представителями западных спецслужб, которые вот так вот по-черному могут сливать информацию, неофициально, потому что нечего там сливать, там нет никаких доказательств. А вот так вот, околеветать человека, выполнить, это называется в полном смысле слова, выполнить заказ определенных кругов политического так называемого руководства. Вот что касается этих двух статей. Повторю еще раз. Это дезинформация, направленная на дискредитацию Залужного, Червинского, перед соответствующими кругами стран Западной Европы, НАТО в целом. Ну и, естественно, это удар по Украине, который, значит, это все происходит в процессе слива информации руководством, вернее, не руководством, официальными лицами, политическим руководством Украины, западным средством массовой информации и развесслужбам иностранных государств. И вот интересно, то есть сегодня вышла эта стадия «Вашингтон-Пост», и сегодня, говорят, неожиданно, то есть он туда не планировался, он туда, так сказать, вскочил на откидном стульчике. Ермак, Ермак с делегацией вице, не помню фамилию, Юлия, Юлия, не помню фамилию, вице-премьер Украины, едет в США с какой-то делегацией, и в последний момент туда неожиданно заскочил Ермак. Связано ли это каким-то образом с «Вашингтон-Пост»? Ну, а в целом я вам, может, напомню, для того, чтобы вообще понять, насколько реальна или нереальна эта история с участием Украины. Ну, я вам, как только эта утка впервые появилась, я вам сразу же сказал категорически, что это не может быть, потому что не может быть в принципе, потому что для организации, то есть есть две силы, два государства, которым технически под силу такая операция – это Соединенные Штаты и Россия. И сразу же, то есть она была совершена, эта акция была совершена 26 сентября, а 29 сентября британская Daily Mail сообщила, российские корабли и подводные лодки были замечены вблизи места взрывов на Северном потоке всего несколько дней назад. На прошлой неделе российские подводные лодки также были замечены неподалеку от этого места в Балтийском море. Это 29 сентября, то есть Россия становится подозреваемым номер один и было за что. Там, кстати, учение проходило в это время в Балтийском море. Дальше, 19 февраля, не 16 февраля 23 года, бомба, выходит бомба, написал ее Саймон Херш, я тоже вас знакомил с этим делом, который пишет, что это все это ерунда, у меня источники в ЦРУ, и они мне сказали, что это все сделало ЦРУ. Вторая сторона, которая теоретически могла совершить такую операцию. Потом он еще с одной статьей вышел, подтверждая первую статью. Опровержение было такое, что мы к этому не имеем никакого отношения, мы этим не занимались. И только через некоторое время появляется вот эта теория с украинскими спецслужбами и вот этой несчастной яхтой Андромеда. Я побеседовал здесь еще со специалистами американскими и с британскими, которые знают, как это все работает. Они категорически говорят, что украинцы при всем уважении к им мастерству, но чисто технически, чтобы не привлечь еще внимания, но никак не могли это совершить. Во-первых, это яхта Андромеда, то есть там должно быть серьезное оборудование для спуска где-то на глубину до 100 метров. Потом подниматься надо, это компенсация и так далее. Взрывчатка. Взрывчатка, такой удар, анализ показал, по этой трубе мог бы быть нанесен или специальным дроном, но это должен быть суперподводный дрон, которого у Украины нет до сих пор. И мало у кого он есть. А взрывное устройство, это так называемая лимпент, лимпет-мина. Лимпет- это вот ракушка такая, как блюдечко, потому что мина, она напоминает по форме блюдечко. Вот мне прислали ссылку на иранский образец этой мины, который когда-то, как говорят, был подорван какой-то израильский военный корабль. Так вот, значит, эта мина, она весит 42 килограмма, ширину она где-то метр, 30, то есть полметра, высоту она где-то 40 сантиметров. Но дело не в том, не в этом, а в том, что нужно было огромное количество этой взрывчатки. А учитывая, что яхту-то сняли в Ростоке, это Германия, и как тащить это? То есть, если с Украины, это надо было тащить через Польшу, потом через Германию, вот эти всю взрывчатку, но это, ну, сами понимаете, это полный и абсолютный бред. Поэтому, значит, из всех, с кем я говорил, никто, то есть ни у кого даже сомнения такого не возникает, а вдруг действительно, а вдруг это правда. То есть, это, конечно, собачья чушь, вряд ли вы это поверят. Самое главное, что вот, как бы, лакмусовая бумага, чего стоят эти статьи? Это признание здесь, в Доршпигеле, что официально никаких документов, никаких бумаг в отношении того, что Червинские, Жалужные причастны к этой мифической операции в Германию, это одна из стран, которая производит, ну, самое обширное расследование по этому поводу, из Украины не поступало. То есть, не поступало, значит, события нет вообще. Поэтому остается, это остается и ПСО, слитое так называемыми официальными лицами из политического руководства в Киеве в отношении людей, которые пользуются полнейшим уважением украинского народа, потому что они этого достойны. И, кстати, о птицах. Когда мне рассказывали по поводу вот этой технической части, по поводу ракео, по поводу лимпед мины, один из британских специалистов, который владеет русским языком, ну, то есть, может читать даже по-украински, так на слух информацию ловит, обратил меня внимание на следующее, шприц. Он говорит, где шприц? Я не понял сначала, потом она объяснила, я же вспомнил. Шприц! Я же слышал эту историю, рассказанную впервые. Это был, насколько я понимаю, офицер в отставке ВСУ, который сейчас блогер, фамилия его Лапин, где он увидел фотографии, которые были сделаны в первый же день тракта, вскоре после его проведения, по крайней мере, одна фотография была сделана вскоре, сразу, а вторая несколько позже, через несколько часов. Так вот, на одной фотографии виден шприц, а на второй фотографии тоже абсолютно тот же ракурс, все лежит на месте, шприца нет. И он рассказывал важность этого шприца. Шприц – это для подрывников, знатоков своего дела, это непременный атрибут растяжки для создания взрывного устройства. Так вот, этот вопрос, а где же шприц? Он теперь циркулирует и среди британских, и среди американских специалистов. Вопрос, меня попросили, чтобы я задал этот вопрос следствию украинскому через канал, ну и к Андрею Ермаку, который, судя по всему, значит, он же все контролирует в Украине, наверное, это следствие тоже. Берегите шприц, господа, потому что это железобетонная улика, которая свидетельствует о том, что взрыв был произведен, тракт взрыв был произведен не путем выдергивания кольца из этой гранаты, а там была растяжка, и при открытии этой коробки он, видимо, и произошел. Берегите шприц. Помните фильм «Бриллиантовая рука»? Там один герой говорит другому «Береги руку, Сеня». Вот, господа, я думаю, да, Андрей Ермак во время пребывания в Вашингтоне также отсчитается по поводу того, куда делся шприц. Это не шутки, это серьезный вопрос, в отличие от истории о организации генералом Залужным и осуществлении полковником Червинским подрыва Северного потока-2. Вот на этом, господа, позвольте закончить это видео. Еще раз хочу обратить наше внимание. Завтра, наконец-то, вот я не могу уйти от этой темы, потому что, ну, как каждой бочке затычка. Куда не ткнешься, утром открываешь информацию, начинаешь читать, и опять он, и опять он, и опять козырем идет. Никуда от него не денешься, как страшный сон. Но потому что все, что он делает, это же результат его деятельности, статьи вот эти и так далее. Так вот, значит, массу информации я для вас подготовил, то есть происходят крупнейшие просто события по всему миру, как тектонические плиты сейчас передвигаются туда, сюда. Надо это все вам доложить и это осмыслить. Но я уверен в том, что все будет хорошо. Я профессиональный оптимист. Профессиональный в том смысле, что мой оптимизм базируется на не просто вере, не просто желании, чтобы так было, да, все-таки на каком-то там наборе основополагающих фактов, из которых можно определить вектор дальнейшего развития. Поэтому, дорогие друзья, как обычно, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Все эти псо отскочат от нас и от Украины, как зернышко от стенки. Поэтому желаю вам, друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok